Прошел ровно год, когда мы здесь были вместе в общении. И для многих из нас встреча снова радостная, потому что многие одни и те же лица. Может кто-то приехал, новые. Но я так думаю, что печально, если в прошлом году Господь нас благословил, были покаяния, были примирения с Богом. И печально, если кто в прошлом году не смог это сделать. Прошел год, и Он приехал снова на общение, и снова не в мире с Богом. И я считаю, что это великая милость Божья, что Он год прождал и дал возможность снова собраться, чтобы, я думаю, такие молодежные общения Господь позволяет нашим братстве проводить, чтобы мы могли примиряться с Богом. У нас в Барнауле было, в Прокопьевске было общение. Господь посетил. На одном из них я был тоже присутствовал. Я действительно видел, что вот так Господь использует эти служения, благословляет их, каждый раз стучит в сердца, и есть возможность, когда люди каются и получают прощение. И мы верим, что и это общение Бог нам для этого дал. Тема моей проповеди – встреча с Богом. Я прочитаю Бытие, 32 глава, 30 стих. «И нарек Яков место тому Пенуэл, ибо говорил он, «Я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя». Яков несколько раз встречался с Богом. Но эта встреча, это была встреча, когда мы бы сказали, возрождение он получил. Это встреча, которая послужила его перемене. В Вифиле, когда была встреча с Богом, он не переменился. Он остался тем же грешником Яковым. А здесь произошла перемена. И Яков назвал это место Пенуэл. «Я видел Бога лицом к лицу». Но еще дальше он добавляет. «И сохранилась душа моя». Вот правда. Как это так получилось, что такой грешник встретился с Богом, и душа его сохранилась? И он это подчеркивает. «Я видел Бога лицом к лицу, и душа моя сохранилась». Встреча Волтасара, может, не лицом к лицу, но когда он увидел руку пишущую, оказалась более трагичной. Душа его не сохранилась. Поэтому встреча с Богом, может быть, Бог сохранит душу, помилует, а может вынести приговор. «Ты взвешен на весах и найден очень легким, и всю ночь возьмут душу твою». Встреча с Богом – это не видение, хотя тут оно в виде видения. Я думаю, это образно Бог так показал, что такое встреча с Богом. Вообще это не видение, не сон, а вообще это внутренняя борьба. Это внутреннее пробуждение совести. И когда совесть начинает пробуждать, обличать в грехе, когда начинается тяга к Богу, побуждение, надо что-то исправить, вот это и есть встреча с Богом. Это внутренняя борьба. И образ, вот эта картина, Пенуэлл. Может, кто из вас находится в борьбе? Не обязательно сейчас на собрании. Часто борьба происходит, или такие переживания внутренней борьбы ночью. Сна нет. Перед нашими глазами встают наши грехи. Кажется, как-то надо исправить. Мысли приходят одна. Надо идти, может, исповедоваться. Надо покаяться. К утру рассеивается, как будто все проходит. И опять вроде все идет, и то внутреннее пробуждение, которое было, оно где-то угасло. Может быть, Бог в собрании также может начать стучать в твое сердце, будить тебя, и начнется эта внутренняя борьба. Может быть, у кого-то была борьба, когда ехал сегодня на собрание сюда, на общение. Знаешь, покаяться надо. Уже долго тянешь, и думаешь, даст Бог милость или нет. Потому что часто Господь так стучит, говорит, что я тебя зову последний раз. Или сегодня ты отдашься, или я больше стучать не буду. Мы иногда не хотим этой борьбы. Мы бы хотели в такую ночь прогнать эти мысли. Они назойливо лезут к нам. А надо не прогонять их. Это милость Божья, что Он пробудил тебя, что Он стал стучать к тебе, потому что Он хочет тебе добра. И тебе надо бы сдаться, принять то, что Бог хочет. Вот интересно, я перечитывал эту историю, когда эта борьба была, и сначала никак не понял, кто с кем борется. Там написано так, и остался Яков один, и боролся некто с ним. Значит, боролся Бог с ним. А когда заканчивается борьба, Бог говорит, ты боролся с Богом. Так, кто с кем боролся? Обычно кто-то инициатор борьбы, а кто-то защищается. А тут кто боролся? Ну, я так понял. Сначала боролся Бог, потом боролся также и Яков. Значит, с чем борется Бог? С чем боролся Бог в Якове? Он боролся с его характером. Он боролся с его гордостью. Он боролся с его испорченностью, с его самолюбием. Ну, давайте вспомним, каков Яков. Сначала вспомним пример с покупкой первородства. Исаф, брат его родной, пришел с поля усталый, голодный. Я думаю, что это был особый такой случай в его жизни, когда он, может быть, как охотник, они, бывает, недалеко пойдут и дичь попадется, а тут, может, не один километр обошел. И все, ничто не попадалось, ничего. И он брел домой, изнеможденный, усталый, лишь бы дойти. Может быть, уже сил не было. Естественно, прийти домой, не так, как у нас в холодильник заглянул, надо что-то приготовить. И когда он пришел домой, аромат отваренной чечевицы. Такой аромат идет. Яков только приготовил кушанье, горячее все. И он говорит, брат, дай мне покушать. Я умираю. Я устал до изнемождения. Кажется, по-братски надо было. Конечно, брат, ты давай угощайся, я тебе дам, да? Христос сказал, врага своего накорми, это будет правильно и порядочно. А вы посмотрите, какой этот хитрец, какой он жестокий человек. Продай мне первородство. Исаф не сказать, что он совсем не ценил, но в такой момент, такой усталости, говорит, ну что мне теперь от первородства? У меня сил нету никаких. Так он не просто так. Поклянись мне, что ты продаешь. И поклялся Исаф. И тогда он его угощал. Что это за угощение такое, да? Может, потом Исаф и покушал, и не очень-то все вкусно было. Значит, здесь он показал себя таким, можно сказать, самолюбивым, жестоким. Но второй случай, еще похуже. Или похлеще, мы бы сказали. Это когда Исаф... У Исафа хорошее отношение старший сын с отцом. Отец любит его, он тоже любит своего отца. Часто, когда на охоте он поймает хорошую дичь, он ее приготовит, несет в шатер отца. Отец престарелый уже. Приготовит, угостит его, посидят, поговорят, все. Отец любил, написано Исафа. Может, нам кажется там, ну, за что он его любил? Ну, скажите, а за что Иакова любить? Ну, уж я не вижу, что Иакова больше надо любить. Поэтому такие были отношения у них с отцом. Вот отец, чувствуя, что старость подходит, не знает, когда умрет, позвал его, говорит, сын мой, давай, сходи на охоту, полови дичи, придешь, приготовишь, вот то блюдо я очень люблю, как ты его готовишь, и я тебя благословлю. Первородный сын, все, все как должно быть. Такой торжественный день, он взял свой колчан, лук, наверное, искал эту птицу пожирнее, все, все удачно складывалось. Он очень довольный, приходит с охоты, готовит на вертеле там что-то там, да, с перцем, с приправами, все. Он совершенно не знает, что совсем короткое время назад, что произошло в шатре отца. Он не подозревает этого. Поэтому он входит в жилище отца с таким радостным настроением. Я читаю эти слова из 27 главы. «Как скоро совершил Исаак благословение над Яковом, и как только вышел Яков от лица Исаака, отца своего, еще, наверное, быстро переодевался там, Исаак в брат его пришел с ловли своей, приготовил и он кушанье, и принес отцу своему, и сказал отцу сыну, «Встань, Отец мой, поешь дичи сына твоего, чтобы благословила меня душа твоя». Исаак же, отец его, сказал ему, «Кто ты?» Он сказал, «Я сын твой, первенец твой, Исаак». И вострепетал Исаак весьма великим трепетом и сказал, «Кто же это, который достал дичи и принес мне, и я ел от всего, прежде нежели ты пришел? И я благословил его, и он будет благословен». Исаак, выслушав слова отца своего, поднял громкий, весьма горький вопль и сказал отцу своему, «Отец мой, благослови и меня!» Но он сказал, «Брат твой пришел с хитростью и взял благословение твое». Как нож в сердце вонзил его этот брат. Он его просто обокрал. Вы когда-нибудь были обкрадены, когда что-нибудь ценное украли? Очень неприятное чувство. Как-то брат рассказывал, здесь с Германией был на автобусе, «Тефир», «Фольксваген микроавтобус», довольно новый. Посещение делали, там гонитарку где-то привезли в Молдавию, все, уже заканчивали свое путешествие, заехали к Ване Хореву, поставили возле дома днем, оставили все свои деньги, там документы все оставили. Ну, зашли, их приняли, там кушали, выходят автобуса нет. И так он и канул, так они его не нашли. Ну, можете представить, денег нет, документов нет, машины нет, они с детьми там, и еще, кроме того, были деньги чужие там. Какое чувство неприятное, какое чувство досады. Трудно это пережить. Я думаю, что это удар, очень сильный удар. Молдаване, братья, что помогут, что ли? Ну, только, может, билет до дома купить, а больше ничем не помогут, все сами бедны, тут беднота такая. Друзья, ну, в прошло время, он мне рассказывал уже, как пережитая, все равно заработал новые деньги, купил новую машину, все это можно приобрести снова. Но отец сказал, благословения нет. То, что украл у тебя брат, я тебе вернуть не могу. И у брата не заберешь, это такая вещь. И он оказался обманутым, значит, мы можем как схарактеризовать? Вот Иаков, вор, самолюбец, обманщик и эгоист. И вот Бог боролся с его самолюбием. И вообще Бог борется, знаете, с чем с нами? С твоей гордостью Он борется, с твоей испорченностью, крайне испорточной. И что интересно, написано, и видя, что не мог одолеть его в Пен-Эле. Вот Бог не мог одолеть эту гордость Иакова. Борьба была с самого вечера и до утра, и Бог видел, что Он одолеть его не может. Богу очень трудно одолеть гордость человека. Я думаю, что с некоторыми из вас Он очень долго уже борется, с вашей гордостью, с вашей испорченностью, чтобы вас смирить. И не получается у Него ничего. Одно собрание призывное, Бог вас, может, наказывает какими-то ударами судьбы. Не может. Нет, не потому, что Бог кажется такой слабый, а вы такие сильные. Нет, достаточно прикосновения, и бедро, и жила порвалась. Резкая боль, и Он захромал Иаков. Но Богу-то не... Он и тебе может прикоснуться, и будешь ты уничтожен. Но не это цель Бога. Бог, кого любит, Он не уничтожить хочет. А Бог, кого любит, Он хочет сломить гордость, чтобы благословить. И это Ему трудно дается. Написано, не мог одолеть его, пока не коснулся его бедра. Я еще хотел одну мысль отметить, что время этой борьбы ограничено. Этот некто говорит, слушай, до появления зари борьба наша должна закончиться. В эту ночь борьба наша должна кончиться. Борьба с твоей гордостью, борьба с тобою, чтобы тебя смирить, чтобы тебя помиловать, она не длится бесконечно. Бог не будет бесконечно стучать, Бог не будет бесконечно будить тебя, тревожить до определенного времени. И это прекратится. Поэтому ты пойми, уже скоро появление зари, уже вот эта ночь возможности, когда ты можешь покаяться и примириться, уже забрежил рассвет. Уже рассвет может пришествие Христова, а ты все не примирился. И тогда будет оборвана эта возможность. Борьба – это прекратиться. Но теперь я хотел сказать, как боролся Иаков. Но написано, что Бог положительно говорит. Он говорит ему, ты боролся с Богом, и переименовывают его, да? Это же оценка хорошая. И человеков одолевать будешь. Но я понял, его борьба заключалась в том, что он хотел быть благословенным Богом. Но я хотел у вас, присутствующих, спросить, вы все хотите, чтобы Бог вас благословил? Ну, я думаю, я абсолютно уверен, что все. Думаю, ну, только совершенный безбожник, который Бога не признает, тот, может быть, не хотел бы быть благословенным. Исаф очень хотел бы быть благословенным. С громким воплем кричал, отец, неужели у тебя одно благословение? Ну, неужели мне тоже не можешь благословить? Поэтому, я думаю, всякий здравомыслящий человек хотел бы, чтобы всемогущий Бог благословил его. А вы знаете, что Бог вас тоже хочет благословить? И у Бога ни одно благословение. Ни для одного и ни для одного десятка. У него для всех вас есть благословение. Для каждого лично есть благословение. Но, увы, он не может благословить. Я думаю, что хотя отец простер руки над Иаковом, он не получил благословения. Там такая гордость, там такое самолюбие, там такой обман, там такие пороки. Благословение он получил, то отцовское в Пенуэле. Там он получил. Я думаю, гордость мешает тебе, чтобы Бог тебя благословил. Бог не может благословить. Бог изливает благословение на это собрание. Но некоторые, как сосуды с закрытыми крышками. Ну, фляга с закрытой крышкой стоит, и дождь на улице льет, и ливень целый день. Подошел, открыл. Сухая фляга. Ни капли воды нет. Ну, крышка была закрыта. Вот крышкой гордости мы закрыли себя, и Бог нас не может благословить. Он бы хотел, изливается на всех окружающих, но тебя не может. Тебе надо эту крышку снять. Тебе надо вот от этой гордости избавиться. Надо смириться перед Богом. И смотрите, как Бог смиряет. Он говорит, как твое имя? Признайся, кто ты. Да, а то он, когда его спрашивают, я Исаф, говорит, да? О, или еще кем выдает. А теперь, когда он его говорит, как твое имя? И он говорит, признайся, что ты Яков, что ты хитрец, что ты обманщик, что ты вор, обидчик. Признайся сейчас. И тогда ты получишь благословение. Вообще интересно, почему родители назвали таким именем его? Вообще, Яков – это хитрый. Ну, наверное, когда он родился, там написано, что старший брат Исаф, их два близнеца были, он вышел весь красный, и они сразу назвали Исаф его по цвету. Это означает красный. А вот этот за пятку держался, вышел. Малыш такой, только грунтничок, а он уже за пятку держался. И, наверное, всем было мило так на него смотреть. Вот хитренький какой, полегче ему было, за пятку держался. И назвали его. И не знали, что вырастет. Такой хитрец, такой обманщик вырастет. И не за одну пяту еще будет хвататься и своему брату досаждать, и, может быть, и другим. Я хочу сказать, и так же и Бог говорит и нам, что признайся, как твое имя. Признайся, что ты грешник. У нас, когда общение было, выходили молиться, и выходили тоже отсюда, с хора выходили. И одна молитва, она запомнилась. Брат молился, что «Прости мне, Господи, за двойную жизнь». Мы с братом рассуждали, что это нелегко было сказать перед всеми, потому что он уже и регент, он уже и в хору поет. А тут он понял, что надо эти слова произнести вслух. «Прости мне, Господи, за двойную жизнь». Так вот, Бог говорит, назови себя, признайся, кто ты, признайся в своих постыдных поступках, мыслях, эгоизме, гордости. Признайся. И тогда Бог благословит тебя. Вот когда он сказал, что «Я Яков, я хитрец, я обманщик, я вор», тогда Бог его и благословил. И сказал, «Отныне имя твое не Яков. Все, прошлое все стирается. Ты теперь Израиль». И вот интересно, такое имя ему дал новый Израиль. И потом целый народ носил имя Израиля, носят, да? И до сих пор. Вот мне казалось бы, логичнее было и правильнее назвать этот народ Авраам. Ну, более достойная личность. А вот Бог, когда добился в Якове, достиг его сердца, он его назвал, и целый народ, благословенный народ, Израиль. Бог говорит, «Израиль – первенец мой». Он его ценит все. И также, когда ты придешь к нему, Бог тебе даст новое имя. Получишь благословение. Что Бог дает при благословении? Прежде всего, Он дает прощение грехов. Ведь каждый из нас хотел бы, чтобы Бог простил грехи. Я думаю, некоторые не каются, грехи их влекут, их тянет. Но вообще, быть прощенным, знать, что тебе Бог простил грехи, я думаю, тоже все хотели бы. Это благословение Бог дает. Мир в сердце. Борьба заканчивается. Вообще, в это утро шла смертельная угроза. Когда Он послал вперед вестников, то вестники пришли, говорит, Исаф поднялся, и идет с ним 400 человек. Ну, понятно, если бы были 20-30 человек, но 400, значит, Он понял, что, наверное, идет его убить. Обида не прошла. Исаф настроен против него враждебно. Он его хотел убить тогда. Он только ждал смерти своего отца. Он же сбежал от этого. Поэтому Он Богу взывал, чтобы Бог его спас. Но после этой борьбы, хоть Он и хромал на это бедро, Он смело вышел навстречу брата. Поставил жену, детей всех сзади и пошел навстречу брата. Он не знал, что брат-то шел с хорошим настроением. Он этих 400 людей взял, может быть, охранять его стада. Но какая радость была, когда они обнялись, поцеловались, и Исаф его так хорошо встретил. Так Бог дает мир в сердце. И вот теперь ему не страшно было идти навстречу брата, когда он пережил свой пенуэл. Потом, что Бог еще дает? Защиту, свою защиту. От духов зла, от бедствий, от скорбей. Нет, скорби будут. Но Он дает в этих скорбях утешение. Это скорби будут только от Господа. Он дает свою защиту. Ты больше не будешь беззащитен в этом мире. И Он дает усыновление. Он тебя принимает как сына, как свою дочь. Он дает новое имя. Он ему говорит, ты Израиль. Ты человеков одолевать будешь. Я думаю, что в этом за благословение? Но я так в новозаветнем понимаю. Ты будешь приобретать мне людей еще. Я через тебя других буду приобретать. Потому что ты новый человек. Ты пережил, какой ты был грешник. Теперь ты сможешь рассказать другим. И приобретешь других. Их такое благословение дает Господь. Яков говорит, а как твое имя? Ему Господь не отвечает. Я хочу сказать, а вы знаете имя того, которое вас ведет в борьбу? Или кто стучит в ваше сердце? Знаете. Это имя Господа нашего Иисуса Христа. Вы хорошо знаете о Нем. Вы знаете, что Он сделал для вас. Вы знаете, что Он сделал для тебя. Что Он пошел на крест. Он принял распятие. Для того, чтобы тебя благословить. Иначе Он не мог тебя благословить. Потому что грех надо было пригвоздить ко кресту. Это никто не мог сделать. Это Он мог только Сам сделать. И Он это сделал. И теперь хочет тебя благословить. Хочет сломить твою гордость. И поэтому ты знаешь Его имя. Это Господь Иисус Христос. И теперь я хотел так сказать. Кто хочет, чтобы Бог Его благословил? Можете прийти под благословляющую руку Небесного Отца. Он готов в свои руки поставить. Принять. Как сына, как дочь. Какой бы ни было твое прошлое. Какой бы ты ни был хитрец или грешник. Но Он готов принять тебя. Он уже долго-долго боролся с тобой. И может быть сегодня Пенуэл закончится для Господа победно. Он победит твою гордость. Если кого Дух Святой побуждает к покаянию, к смирению, подчинись, помолись Богу. Открой свое сердце. Признайся. Признайся, что ты грешник. И нуждайся в Его милости и благословении. Пожалуйста. Кто хочет помолиться? Кто хочет под эти благословляющие руки прийти? Спасибо. 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 Спасибо.